Всем привет! Добро пожаловать на канал! С вами Юлия Лыстянко. На этом канале мы обсуждаем ипотеки и недвижимость в США. Тут я делюсь полезной информацией о том, как купить дом, на что обращать внимание, как получить ипотеку и все ее нюансы. В этом видео я хочу поделиться своим мнением о том, что я думаю будет происходить с ценами в 2020 году на недвижимость. И я не просто буду делиться своим мнением, а я вам расскажу, как я к этому мнению пришла и на какие показатели я смотрела. На самом деле я сделала достаточно обширное исследование о том, что у нас сейчас происходит в экономике, и посмотрела именно на те индикаторы, которые напрямую влияют на недвижимость. Конечно, я постараюсь делать это видео, насколько возможно, не скучным, но немного буду говорить о экономических терминах, но они базовые. Так что если вам интересно, продолжайте смотреть. А я думаю, что многим будет интересно и полезно, потому что многие из нас хотят стать домовладельцами или уже домовладельцами, и многие хотят знать, что будет происходить на следующий год с ценами. На самом деле вот в последнее время это такой актуальный вопрос у меня, потому что периодически у меня этот вопрос спрашивают, а иногда даже просто отвечают. Мне очень интересно слышать ваше мнение по поводу этому поводу, что будет происходить с недвижимостью, потому что у многих я знаю, что есть мнение, и многие даже знают, когда произойдет обвал недвижимости, чуть ли не до точного числа люди знают. Итак, на что я обращаю внимание, когда я прихожу к выводу, что будет происходить с ценами в 2020 году? Первое это я смотрю на уровень безработицы. Что происходит с работами в США? Может вам уже не секрет, что у нас сейчас самый низкий уровень безработицы. Источники показывают, что уровень безработицы у нас сейчас всего лишь 3.6. Последний раз такой низкий уровень безработицы был в 1969 году. О чем это говорит? О том, что у людей есть работы, у них есть уверенность покупать недвижимость, потому что они знают, что они, если нет, а то другую найдут работу свободно. Даже многие работодатели жалуются на то, что они не могут заполнить вакансии работ в данное время. То есть вот сейчас у нас самое лучшее время искать работу. Также я смотрю на тот момент, в каком состоянии находятся зарплаты. Растут они или понижаются? А в данное время зарплаты увеличиваются на 3,5%. Что есть больше, чем увеличение инфляции каждый год? Если зарплата увеличивается, опять же, люди более мотивированы покупать недвижимость, ставят на первоначальный взнос, может даже больше, чем они планировали, потому что они знают, что у них зарплата растет. Это вот один из таких важных показателей. Второй показатель, который просто напрямую влияет на недвижимость, это процентная ставка. Как вы, наверное, слышали, процентная ставка у нас сейчас исторически низкая. Просто таких процентных ставок не было уже давно. А как это влияет на недвижимость? Люди могут купить и позволить больше с низкой процентной ставкой. Естественно, чем ниже процентная ставка, тем меньше месячная платежная ипотека. Например, если вы берете ипотеку в сумме 300 тысяч долларов, ваш платеж будет на 200 долларов, примерно на 200 долларов меньше, если ваша процентная ставка будет 4%, нежели 5%. То есть всего лишь 1% дает такую разницу. Люди экономят на 1% только вот на такой сумме ипотеки примерно 2,5 тысячи долларов. Поэтому многие становятся более мотивированы покупать недвижимость сейчас, брать такую процентную ставку, локировать на 30 лет. Люди уже не хотят локировать на 5-10 лет, потому что многие понимают, что такой процентной ставки давно не было. Те люди, которые живут в Америке, они годами наблюдали процентную ставку, такую как 6-7-8%, потому что в истории Америки в основном такая была процентная ставка. А сейчас, если у вас хороший рейтинг, то можно взять и под 4%, даже может немножко и меньше. То есть это, конечно, очень большой плюс для недвижимости и росту цен по недвижимости. На какой еще фактор я смотрю? Это на разрешение на строительство, building permits. Что это такое? Это когда строители делают запрос у города на постройку, берут разрешение. И чем больше они берут этих разрешений на дома, тем больше, значит, спрос у них, тем больше запросов от клиентов на постройку дома. Тем самым это, конечно, положительно влияет на недвижимость в Соединенных Штатах Америки. В прошлом году я посмотрела в сорсе CNBC, было запрошено building permits, разрешение на строительство, полтора миллиона. То есть в 2019 году, вот в этом году, было добавлено полтора миллиона домов. Это чуть больше, чем 3% рост по сравнению, что было в 2018 году. Ну вот это примерно, наверное, самые такие основные индикаторы, которые я считаю, на мой взгляд, очень важные для недвижимости. И по ним можно уже посмотреть и предсказать, что будет в ближайшее будущее. Ну, один год вперед. Если вы меня спросите, что будет в ближайшие 5 лет, то я вам скажу, я не знаю. Я даже не знаю, кто может на этот вопрос ответить. Ну, может, какие-то продвинутые профессиональные гадалки, но если это не гадалка, ну, как можно предсказать на следующие 5 лет? Потому что столько может случиться в экономике, в политике, на бирже акций, тарифы, столько всего может случиться. А вот в ближайшее будущее, конечно, уже можно как-то предвидеть это с более такой ясностью. Когда, конечно, смотришь на такие экономические индикаторы, про которые я только что вам рассказала. Опять же, это мое мнение, как бы мой процесс, как я рассматриваю и предвижу, что будет с ценами на следующий год. Я уверена, что у вас есть свое мнение. Мне очень интересно об этом тоже знать. Поэтому оставляйте комментарии, я все почитаю, и мне очень интересно будет их узнать. А пока, до следующих встреч. Через год я запишу опять видео и посмотрим, что у нас случилось в 2020 году с недвижимостью. Но мое предсказание это то, что цены будут расти так же, как и примерно в прошлом году на 5%, в некоторых районах, конечно, на 3-4%, но будет рост, а не падение. До следующих встреч. До свидания. Юлия Лысенко.